Совсем недавно наша страна отмечала самый важный праздник в жизни каждого жителя – День Победы. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей войны остается все меньше. Но это не мешает всем нам помнить о страшных событиях 1941-1945 годов. Бережно относятся к исторической памяти и в компании Россети «Московский регион», которая на этой неделе на своей территории открыла памятный знак энергетикам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам локальных войн. Мы стараемся чтить традиции наших дорогих ветеранов. У нас на территории обслуживания северных сетей мы открываем сегодня четвертый памятник. В городе Королеве есть памятник на территории нашего центрального офиса, есть памятник воинам-энергетикам, построившим электрозаграждение в городском округе Красногорск. И вот сегодня в Дмитровском округе тоже открываем мемориальный камень воинам в честь памяти о дне победы. В церемонии торжественного открытия памятника приняли участие директор северных электрических сетей, филиала ПАО «Россети Московский регион» Алексей Юрьевич Иржак, сотрудники компании и юнормейцы Дмитровского городского округа. Энергетики играли важную роль в обороне Москвы. Они организовали 200-километровую линию электрозаграждений. Одним из строителей этой линии был Матвей Иванович Комаров. Матвей Иванович Комаров, который принимал участие в строительстве электрозаграждений, и потом прошел всю войну и закончил войну в Берлине, и расписался на стенах Рейстага. Вот такая судьба у человека. Потом он также известный у нас продолжил работать Мосэнерго, он перекидывал линии электропередач через уже построенные каналы имени Москвы. Конечно же, одним лишь открытием памятного знака работа с ветеранами в компании не ограничивается. «Наша ветеранская организация насчитывает 805 человек, но из них у нас, тружеников тыла, осталось только 9 человек. К сожалению, в прошлом году у нас ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны, который так рассказывал интересно молодежи о том, как они воевали, как они шли на Берлин. Просто заслушивались юно-армейцы, заслушивалось молодое поколение наше. Поэтому мы всегда чтим наших ветеранов. Мы каждый год обязательно их поздравляем с 9 мая, мы отвозим им памятные подарки, мы следим за их здоровьем, мы стараемся, если нужна помощь, любую помощь оказывать. Тут же организуем транспорт, приезжаем и оказываем любую помощь». «Счет! Мирак!» Свою помощь в проведении мероприятия оказала организация «Боевое братство». «Мы знали о создании этого памятного знака, ну и потом решили помочь в подготовке концерта. Вот мы привезли сюда прекрасную концентровую программу, где выступают юно-армейцы и ветераны боевого братства». «Уминая снег зернистый, в переменку пляс не пляс, возле танка два танкиста греют ноги про запас». «У кого гармония, ребята?» «Да она-то здесь, браток, оглянулся виновата на водителя, стрелок». «Так сыграть бы на дорожку!» «Сыграть оно не вред!» «В чем же дело? Чья гармошка?» «Чья была, того, брат, нет». Концерт, приуроченный к открытию памятного знака, завершился красивой акцией запуска в небо воздушных шаров. «Аплодисменты!» «Пусть царит мир на нашей земле!» «Всем добра, всем мира, дорогие гости, дорогие друзья!»